Здравствуйте! Это программа «Официальный разговор». Мы находимся в студии Краматорского бюро. Меня зовут Алена Грамова и хочу представить гостя нашей студии. Александр Васильевич Гончаренко, глава Краматорского городского совета. Здравствуйте! Спасибо, что вы с нами сегодня. Добрый день, Алена. Городской бюджет громады Краматорска на следующий год составляет 1,6 миллиарда гривен. Какие изменения планируют в городе, исходя из того, что сегодня он является неофициальным центром Донецкой области? Расскажет глава горсовета Александр Гончаренко. Давайте поговорим о вашем первом, скажем так, полугодии вашей работы. Вот с чем пришлось столкнуться за это все время? С чем столкнулись сразу же в конце прошлого года, в начале этого, это рост тарифов, который был вызван поднятием цен на газ со стороны «Окнафтогаза». Это протестные выходы людей, митинги вы их видели, да, это было три всплеска негодования по понятным причинам, потому что тарифы были подняты порядка 15-20% от тех цен, с которыми мы входили в отопительный сезон. И можно понять жителей, к счастью, с депутатским корпусом есть понимание, то есть работа у нас, в отличие от Славянска, началась очень быстро. Да, поговорим сегодня о Славянске. Конструктивно, то есть все, что нужно было добиться в результате работы с депутатами горсовета, мы это все сделали. Возвращаясь к Славянску, за которым мы сейчас с вами проговорили, вы проговорили, как относитесь к этой ситуации, к этой новости, которая появилась? Ну, вы знаете, то, что произошло, и президент принял решение о создании ВЦА, можно долго говорить, все завершилось логическим концом, мы же видели, что у них он и по сегодняшний день не был принят. Потеряет громада или нет от введения ВЦА, ну, с одной стороны, на мой взгляд, если сравнивать с тем, что было, и они жили в 1-12 бюджета, и не могли позволить себе любые переполнения бюджета, тратить даже при их наличии, с июля месяца, когда мы сможем тратить переполнение бюджета по сегодняшнему бюджетному кодексу и законодательству, то они этого не смогли бы сделать при наличии бюджета. А это, соответственно, минус для того же развития города, в любом случае. Плюс ВЦА, конечно же, это быстрота принимаемых решений. В целом, для жителей, если сравнить с тем, как будет и как было бы, если бы ситуация осталась в том режиме отсутствия конструктива, то в данном случае, конечно, ВЦА будет лучше. Александр Васильевич, расскажите, что будет проходить в нашем городе, что планируется, что строится? Мы сейчас говорим все-таки о Краматорске, как областном центре. Вы же видите, Краматорск, в принципе, за последние пять лет очень сильно развивался. И в целом, конечно же, благодаря, как бы это плохо не звучало, благодаря тем событиям, которые произошли у нас на Донбассе, то Краматорск получил большой шанс для развития, потому что он фактически сегодня является областным центром. То мы имеем бюджет развития с собственных поступлений, порядка 200 миллионов гривен, то 2,5 миллиарда, конечно же, город с собственных средств не реализовал бы, по крайней мере, за пять лет, это точно. То есть наш бюджет развития, который мы можем вкладывать в инфраструктуру города и развивать, то ли это капитальное строительство, то ли реконструкции, это на сегодня, к сожалению, 200 миллионов. То есть все остальное миллиард 400 из миллиарда 600 доходной части, это бюджет проедания. Это зарплаты, энергоносители и поддержание текущей жизни города. Соответственно, задачи, которым мы, моя команда, я перед собой, перед заместителями ставлю, это, во-первых, продолжить привлечение всех этих инвестиций порядка 500 миллионов в год. Один из основных ресурсов, это будет Европейский инвестиционный банк, надзвучайная кредитная программа, которая курируется министерством развития регионов. Второй источник, это будет министерство реинтеграции, с источником финансирования Датского королевства, угода, соответствующая, уже подписана на правительственном уровне. Там тоже будет подаваться ряд инфраструктурных проектов, это и теплотрассы, и водоснабжение, и продолжать же тоже будем модернизацию школ, садиков, но уже и будет финансировать, если раньше ремонты школ и садиков заключались в наружной термомодернизации, то сегодня эта программа уже предписывает полный капитальный ремонт, и в новую заявку к сентябрю месяцу мы разрабатываем сегодня проектно-смертную документацию по различным инфраструктурным объектам на сумму порядка 1,8 миллиарда гривен. Это то, что мы будем пытаться отстаивать и на следующие пять лет. И, соответственно, мы занимаемся сегодня тем, что должно уже начать финансироваться с весны следующего года. Вы должны понимать, что кроме того, что что-то строится и то, что это будет у всех на глазах и на слуху, да, есть еще что-то, что модернизируется, что приводится в порядок и так далее. Но все же, вот есть такие объекты недостроей, да, которыми называют. Ну, о которых мы долго говорим, да, мы вошли. О которых, да, долго говорим, и вот почему возникает такая ситуация, почему? Смотрите, ну, мы в этот год вошли с количеством недостроев на общую сумму порядка 1,1 миллиарда гривен. Это те проекты, которые буквально на январь еще не были введены в эксплуатацию и затраты не были переданы соответствующим балансодержателям этих объектов. И это происходило по разным причинам. Ну, мы же в этом городе давно живем, слышим, тем более я был депутатом городского совета последние годы. Ну, зачастую это связано по причине изначально некачественных проектов, которые впоследствии по мере прохождения тендеров и начала работ, то есть оказывалось так, что когда подрядчик выполнял работы, приходили в ситуацию, когда зачастую невозможно было, например, выполнить то, что запроектировано, или же запроектировано было неправильно, принимались решения по корректировке, это приводило впоследствии к затягиванию корректировки, дополнительному выделению средств на эти корректировки, получение дополнительных экспертиз, и, как следствие, это удлиняло процесс сроки. Ну, из долгостроя, вы помните, то, что было начато предыдущей властью, была запущена ледовая арена 15 марта уже этого года, бассейн H2O, тоже, в принципе, проект, который был начат порядка 3-4 лет назад, он планируется к запуску по последнему подтверждению инспекции, которую мы провели, с обладминистрацией, потому что в основном это финансирование идет обладминистрации, ну, конец года, начало следующего, ну, до декабря, по крайней мере, подрядчик уже обещает запустить, это из долгостроя, в сад Бернацкого, Крама Тарчан ждет, следующая очередь на сумму порядка 72 миллиона, городских денег будет потрачено не больше двух, они у нас в бюджете заложены, это будет сделана центральная круговая зона, после, ну, если вы помните, это зона, которая примыкает к набережной, будет сухой фонтан, центральная площадь там будет порядка трех тысяч метров, и это все планируется реализовать до конца этого года. Ну, и в завершении нашего разговора, коротко о том, что ждать такого яркого Крама Тарчанам, я сейчас хочу сказать о появлении флаштога, который планируется к празднику, да, и вообще о том, что там, ну, планируют в парке юбилейном облагородить территорию, в конце концов, привести в порядок тротуары, лавочки и, самое главное, сделать так, чтобы там было светло. Ну, помимо флагштока, я все-таки подойду к флагштоку чуть позже, да, что яркого ждать Крама Тарчанам, это, ну, ярко, это пуск фонтанов, пуск бассейна H2O, который находится возле ледовой арены, это одно из самых ярких событий, считаю. Дальше, это запуск ЦНАПа, мы планируем тоже при условии, конечно, если мы сейчас получим дополнительное финансирование с Министерства цифровизации, и USAID также готовы профинансировать нам оборудование порядка 6 миллионов для оснащения внутри всех помещений рабочих, то мы хотели бы очень ЦНАП запустить, это который на парковый центр, на Даня Админпост, конечно, хотели бы запустить в конце года, и, в принципе, мы на это нацеливаемся. Это второе знаковое событие. Хотим тоже до конца года ее запустить. Дальше у нас старый долгогорающий объект, это сад Зернятка, не запущен, к сожалению, с прошлого года и по сей день. Как объект большого строительства, да? Да, мы ждем передачу затрат со стороны обл.держадминистрации, потому что они были заказчиком работ. Как только они нам все работы передадут, садик будет запущен. Ожидаем, по предварительной информации от Управления капитального строительства об администрации, это должен быть в сентябре. Сразу же набираются группы, там очередь порядка 30 человек уже. Дальше, что ожидает город? Садик на Ивановке. Тоже есть амбициозные планы. По договору у подрядчика 9 месяцев. Из-за задержки в финансировании, в старте, не по вине подрядчика, они приступили в начале мая только к работам. Поэтому плюс 9, ну, мы нацелили, конечно, подрядчика на декабрь. По крайней мере, хотелось бы в этом году запустить. Но точно не должен быть долгостроен. И что еще из интересного, что ждет этот город, вы, наверное, слышали, мы анонсировали программу строительства жилья в Краматорске. Мы посмотрели, как эти программы работают в Харькове, как происходит софинансирование со стороны работодателей, со стороны местного бюджета. И город, мы будем предлагать депутатскому корпусу летом рассмотреть все эти программы софинансирования. Потому что если мы не выступим драйвером строительства, то даже при условии, если банки сейчас с июня начнут выдавать ипотечные кредиты, человек сам не начнет финансировать жилье. Есть желающие застройщики, уже две организации, которые, это те, которые будут строить и дом для СБУ, и дом, который будет финансировать его администрация для внутричнеперимичных оси, для переселенцев. То, соответственно, тот проект, который наши бизнес-партнеры сегодня разрабатывают, это микрорайон европейский, так называемый в прошлом, это Чечня, с лазурного на беленькую. Это будет площадь застройки, жилой застройки, порядка 100 тысяч квадратных метров. Стоимость ориентировочная полтора миллиарда гривен. И планируем с застройщиками реализовать эту программу в течение следующих трех-четырех лет. Это та цель, которую мы ставим, и тот способ, которым, я считаю, мы удержим нашу молодежь, которая едет в Харьков не только потому, что там зарплаты немного выше. Средняя зарплата в Харькове на первый наряд составляла порядка 13 400, а в Краматорске она была 13 200. Но молодежь едет не из-за зарплаты. Там есть вариант получить жилье, там есть эти все программы. И не запустив программу жилья, мы точно молодежь не удержим. Это ключевое, то, что ждет город в следующем году. Спасибо вам большое. Спасибо, что сегодня были гости в нашей студии. Подписывайтесь на наши новости на YouTube-канале, смотрите официальный разговор, берегите себя. Мы обязательно увидимся. Сегодня гость в нашей студии Александр Васильевич Гончаренко, глава Краматорского городского совета. Спасибо. Спасибо. Спасибо.